Привет! Сегодня речь пойдет об апплигатуре дарийского лада в боксе первой ступени. Дарийский лад является самым популярным среди импровизаторов. Также он является минорным ладом, не имея в себе большой терции от тоники. Апплигатура дарийского лада в боксе первой ступени от ноты ля выглядит вот так. Сразу возникает вопрос, что с этим делать? А делать очень просто. Вставляя в свою импровизацию определенные окраски этого лада, вы тем самым обогащаете свою технику и музыкальное мышление. Хорошая импровизация это обыгрывание аккомпанемента. То есть аккомпанемент должен с солирующей игрой как-то пересекаться. Поэтому если вдруг в аккомпанементе присутствуют дарийские гидонотки, то и в соляке они тоже обязательно должны пересекаться. Если я прогоню дарийский лад на ми-минорном аккорде... Это будет не совсем оправдано, но тут и оправдывает нечего. Минор гонять тоже как-то будет скучно. Но если вдруг в аккомпанирующих аккордах, партиях присутствует какая-то дарийская нотка в том же ми-миноре... Дарийский минор очень удобен аппликатурно. И крайне близко пересекается с натуральным минором. То есть натуральный минор... ...похож на дарийский минор. Если аккомпанемент простой, то солирующие партии можно украшать с помощью ладов, в том числе и дарийского. Если аккомпанемент сложный и в нем присутствуют какие-то признаки каких-то ладов, то лады преимущественно обязательно нужно использовать. В общем, такая вот пища для размышления. И чем больше ладов вы знаете, тем как бы круче вы становитесь сами для себя. А хвастаться перед кем не стоит. Потому что в любом случае, если это будет неверно, то есть ваше творчество, люди обязательно это оценят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok